Ребята, посмотрите, что на выброс привезли, офигеть, всю офисную технику собрали. Холодильник, даже такая культруя, ну короче холодильник большой. Стиранная машина и пылесос. Раньше вот такие пылесосы я брал, но сейчас перестал брать, потому что это уже старые модели, они уже не котируются, их уже плохо покупают и стоят они мало. Странный аппарат. Ого какие часы красивые, хорошие часы забираем. Такие часы заберем, что здесь, там еще какие-то часы. Часы и телефон. Ладно, вот эти вот заберем, классные. Вот тут стоит у нас стиральная машина. Так, что у нас здесь? Ух ты. Какие-то лампы. Так, ну это окей. Тут еще вот здесь вот есть что-то. Криль, весы. Вот такая полочка железная. Стиралка, что ли? Да, стиралка. Нет. Стиралка или, как ее называют, шпиль машины, да? Посудомойка. Здесь какой-то пылесос. Пойдем дальше. Это зонбар систем. Короче, колонка. Какая-то фирма непонятная. Ауна. Вот. Ну ладно. Здесь у нас как-то ящик, гриф. Ящик, гриф и колонку мы эту не будем брать. А может и будем. Но она не такая, блин, непонятная. На стену вешать. Не, не буду брать ее в жопу. Ну, смотрите, мотоцикл выставили. Забираем. Шутка. А тут вот уже просто металл стоит. И мы едем дальше. А, ребят, насобирал металла немножко на шпирмюле. Это не за один шпирмюль, скажем так, за два шпирмюля насобирал. Сейчас вот едем, короче, сдавать, покажу вам. Короче, смотрите, у меня тут за сиденьями вот здесь. Вот тут, короче, много металла насобрано, насобирата. Как правильно сказать? Короче, сейчас будем сдавать. Я потом скажу, сколько чего и как. Вот это мое, вот это мое, и вот это мое. Получилось 25 килограмм, 25 килограмм бронзы и 8 килограмм меди. В общем, посмотрим сейчас, что он даст. Мы пока вот здесь рыбку посмотрим. Оп-оп-оп, где-то тут, вон они форели. О, вот они большие. Огромнейшие форели плавают, смотри. Вот хорошо дядечка здесь живет. Вышел удочку, закинул форельку, цак, поймал и зашибись. Ладно, сейчас буду ждать, пока он выйдет и продолжим. Ну вот, короче, квитанция. Показывать не буду ее. А вот, короче, что у нас тут получилось? 130, 131. Короче, нормально. Вот, ну, в общем, едем дальше. А вот, смотрите, какие колонки выкинули. Пионер CS777. Вот так вот они выглядят. Вот, ну, вроде симпатичные, но на самом деле они не особо хорошие, скажу вам так. Это уже такой, скажем так, новодел. Вот, они легкие, они, в общем, такие пупковые. Хоть и 7777. Ну, а тут вот так выглядит. О! Здесь, смотрите, выставили такую посуду какую-то старую, хрустальную, не хрустальную. Не знаю, что за фигня. Ребят, привет всем! Ну что, находочки видели там? Поездил я, покатался немножко, нашел тут пару вещичек хороших. Ну вот, сейчас все уже показывает, все потихоньку, постепенно. Так, у меня тут процесс был, блин, упаковки посылок. И все это еще здесь осталось. Как бы все вот эти газеты и так далее. Ну вот, начнем вот с этой находочки. Очень симпатичная находка. Сейчас я газетки уберу, чтобы там тут уже ничего не мешало. Смотрите, там у нас Грюндик Сателлит, такое радио. Вот, конечно, есть Грюндик Сателлит, допустим, 2000 радио. Там вообще оно крутое. Оно и стоит там пару сотен евро. Вот, а этот Сателлит у нас попроще. Сейчас мы его включим. Вот оно, скажу так, что тоже популярненький. Потому что я смотрю, что его довольно-таки бодренько тоже покупают. Что-то с антеной у нас здесь непонятно. По-моему, антенна здесь немножко поломана. А может быть и нет. В общем, не знаю. Что за антенна? Нужно посмотреть, такие же в инете. Что это и как они выглядят. О, давайте включим его, посмотрим. Так, в розетку включил. Теперь как будем включить. Так. Ну вот, засветилось табло, так сказать. Так, здесь у нас что-то. Вот здесь что-то у нас не то. Видите? Или это должно быть так? Это, наверное, скорее всего должно быть так. Вот. Вот. Включаем. Вот. Видите? Вот так у нас меняется. Неужели? Нет. Мне кажется, все-таки оно не должно так. Это колесико, оно должно стоять ровненько. Оно у нас падает почему-то. Видите, да? То есть, он как бы крутит, но колесо там... Колесо там... Как-то оно свободно, скорее всего, открутилось. В общем, будем смотреть. Так, у нас здесь высокие, низкие и громкие. Довольно-таки громко он работает, хочу вам сказать. Давайте попробуем, может быть, найти какую-то волну. Попробуем. Ну вот, скан автоматишь. Ну а почему я FM не нахал? Ну а почему я FM не нахал? Ладно. В общем, пока не буду здесь вам, значит, делать нервы с этим приемником. Я его потом сам проверю. Вот. Кого интересует, значит, спрашивайте потом. Покажу, что с ним и как. Вот. Ну, мы его пока здесь оставим. Смотрите, у нас еще один баймер найден. Теперь вот такого типа. Это Acer 7765PA. Вот. Не включен, не знаю, что с ним. В принципе, можно включить. Где у нас тут? Поблизости есть кабель или нет? Не знаю. Сейчас посмотрим. С кабелями, как всегда, проблема. Потому как их рядом не оказывается. Очень жаль. Ладно, мы его пока отложим, я потом нажму на паузу и найду кабель и проверим. Смотрите, значит, у нас вот такой, вот такой у нас найден джойстик. Так. Здесь стоит как значок от, вот он, значок PlayStation, да. А от какого PlayStation это? То есть, смотрите, подсоединение какое. Думаю, что это от двойки. Ну, я так думаю. А там кто его знает. Так, вот такие наушники Sony попались. Взял, потому что Sony все-таки Sony, да. Вот. И мы их потом проверим. Вот. Ну, думаю, что они должны работать. Вот. В принципе, проверить-то мы их можем прямо сейчас. У нас тут есть у них плеер. Вот такой на подхвате. Мы раз. И включаем. Так. Что? Что нам скажет твой? Давай музыку. Да, они работают. Работаем. Рабочие наушники. Ну, в общем, сумки. Вот такие вот. Кому-нибудь тоже их подарю. Когда у меня что-то либо купят, либо выиграют какой-то розыгрыш. Вот. Положу как бы в подарок такие вещи. Так. Очередной найден вот такой аккумулятор от Lenovo. Такого Lenovo у меня нет. Но пригодится. А тут мобильники пошли. Смотрите. HTC вот такой. Nokia. Потом вот такой Samsung Galaxy S3 Mini. Вот. Два аккумулятора для телефона. Huawei. Huawei. Вот. И сам телефон тоже здесь был. Но это вот Nokia здесь какая-то. Ну, битая, да. Видно, что битая. Samsung Galaxy S4, по-моему, или S3. S4, наверное. Вот. Тоже, кстати, битый. Дальше у нас Sony Ericsson. Дальше у нас вот такой вот какой-то. А, CTE. Тоже битый. Дальше у нас вот он как раз этот Huawei. Он битый. Но я его не проверял. Можно, в принципе, включить, попробовать его. И еще вот он телефон. Вот с этим, кстати, я помучился. Он на зарядке у меня стоял, наверное, дня два, блин. Вот так вот я его. Там ток одной зарядки, ток другой. Ток мощный, ток не мощный, короче. Ну, в общем, он не хочет включаться. Вот такой телефон называется Umidigi какой-то. Вот. Две камеры типа. Тут какая-то сенсор для пальца, короче. Ну, в общем, вот так вот он выглядит без этой штучки, да. Симпатичный телефончик, хочу вам сказать. Вот. Написано Made in China, правда. Вот это, скорее всего, просто китаец. Ну, в общем, тем не менее, он не хочет включаться. Китаец, не китаец. В принципе, пофигу. Вот. Дальше у нас вот такой пульт найден еще один. Не пульт, а контроллер для Sony PlayStation. Вот. Тоже я не пробовал заряжать. Acer. Планшет. Икония. Но битый. Битый, битый, битый. Вот видите. Битый дисплей. Дальше у нас вот такой планшет. И тоже тут. Я не знаю, что за планшет какой марки. Вот. Но тоже битый. И еще один вот такой. Excel One какой-то, да? Вот. И тоже битый. То есть, как быть, сегодня что-то нам вообще так не везет. Все битой нашли. Хотя нет, есть кое-что не битая, но тоже она не включается. Так. Ну, битый. Мы даже не будем их пробовать включаться. Смотрите, у нас есть вот такой, это Amazon планшетик. Вот. Вот. Он не битый, но он и не включается ни хрена. Тоже стоит на зарядке уже давно. И вообще ноль. Ноль движений. В общем, как-то так. Вот. Ну и в этой коробочке еще была вот такая вот штученция. Штученция или штукенция? Так. Как-то она только что у меня... А, вот видите. На кнопку нажал, дисплей загорелся. Называется Кубы. Вот такая вот. Давайте посмотрим. О, слышите? Тим пошел. В общем, для тех, кто любит курить вот такие вот штуки. Не знаю, куда ее деть, блин. Продать, попробовать, либо подарить кому-нибудь. Ой, кому надо, пишите. Ну, в принципе, как бы тоже просто так ее посылать за 30 евро кому-то. Ну, даже не знаю, что с такими находками делать. Вот. Ладно. Берем ее пока в сторону. Вот так вот поставим ее. Вот. Коробочку уберем. У нас сегодня много, много. И... Так, ребят, еще давайте здесь сейчас уберу. Давайте я нажму на паузу. Нажму... Найду, короче, вот сюда кабель. И здесь все уберу. И так, ребят, включил я вот эту штуку. Ну, вот она включена. Знаете, что здесь не хватает? Здесь вот такая вот ножка одна, да? Здесь еще вторая должна быть такая же. Типа такой же. Вот здесь обычно. Вот этой здесь нету. Но, в принципе, как бы, ну, по идее, сюда можно обычно там какой-то винтик закрутить на этой высоте. То есть, и она уже будет стоять. Вот. Ну, для начала мы хотим проверить, да? Так, вроде я нажал. Ага. 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 Ножелай. Система сейчас через 2 минуты выключится. Поэтому нужно... Так, что-то. 11. 11. Почему-то выключился он опять. лампочка потухла вот ну тоже сильно разбираться как он работает непонятно вроде как включился давайте сейчас выключим потом по новым ключ не хочешь да из розетки нафиг выключим и все вот снова давайте вот так включили мы его вот он короче так вот он заработал еще должно здесь лампочка загореться и тут засветится по идее что там гудит так непонятно слышите до охлаждение у него как-то непонятно работает вот он загорелся пишет нам acer в общем на этим меню включим кивинс сейчас пишет что система сейчас выключится ну как то здесь вот что то что мне не нравится как он работает вот в принципе все нормально подсоединить ему когда у него сигнал к нему будет идти зал не будет сам выключаться вот в общем его нужно только возможно вот эти вот кулеры подсмазать и так далее посмотреть в общем так в принципе он неплохой не знаю правда сколько он стоит посмотрим вот сейчас у нас немножко другого плана будут находки а точнее такие находки типа хай-фая вот с чего мы начнем начнем вот с этого вот этого плеера кассетного кто-то сейчас скажет опять кассетки кому они нужны нафиг и так далее да вот такой пионер st676 короче стоит в ибэе в хорошем состоянии стоит примерно ну вот 90 до 140 евро поэтому очень хорошая находка но к сожалению она немножко не в порядке то есть смотрите сейчас я покажу вот мы включаем вот все у него включается все нормально но слышите звук да какой-то странный звук и вот у него у него этот вот кассета она на лифту на таком она вот и нажимаешь она должна выдвигаться и вот если я вот так вот это дело нажимаю там что-то начинает вот так вот она должна закрываться вот так щелк и музыка идет да она у нас и не открывается и в принципе не до конца закрывается сама то есть вот у нее с кассетой проблемы с этим кассета приемником вот так то она вот крутит я не знаю кассету я не пробовал туда вставлять стоит ли вообще пробовать кассета должна вставляться но она почему-то не заходит туда то есть вот видите не закрывается странно как-то в общем проблемы с кассета приемником мне кажется там вот эти головки они даже не отошли вниз они вот так они подходят перевод принципе он должен работать если бы он если бы проблем не было у него с этой вот с кассета приемником почему она не закрывается с кассетой вот это мне странно интересно в общем какие-то проблемки у него что-то там мешает ему блин а вот что мешает я сам не могу ладно будем разбираться в общем я вам сказал вот такая находка и цена и цена и и конечно впечатляет вот так что дело то что такие вещи то есть она даже в дефектно стоит в проданных там где-то за 40 евро за 50 евро то есть и и даже если я и ума не да можно по-любому продать скажем так за меньшие деньги так а тут у нас еще одно кабель не торчил так ст дексин синхрон какой-то блин ладно оставим это у нас что это у нас еще один пионер st449 так мы его включим кстати вот так вот он выглядит видите засветился здесь но здесь попроще немножко здесь не не электрический кассета приемник обычный и и так нажимаем хоп и у нас все работает все крутится такой к пионер ну в проданных стоит где-то от 40 до 60 евро поэтому тоже зачет ненько мы вас раз выключим я его уже тестировал видите крутит туда крутит обратно короче с ним все в порядке вот поэтому мы его тоже сразу сторону ставим и зачетным находочкам его тоже определяем чем не этот раз так много чего много чего попалось потому что смотрите у нас хопаля еще один это у нас sony уже опять только двухкассетник да и у нас sony вот так включается кассетку вставляем нажимаем play и хопаля у нас воля все работает вот одна кассета работает и включаем второе попала то же самое все работает вот смотрел тоже этот прибор где-то порядка тоже у него 40 50 евро за него дают вот правда вот он здесь немножко потертый поэтому как бы чуть-чуть это конечно минус но тем не менее вот такая вот находка человек писал что ему деки нужны вот я ему пару деков готов уже в принципе подарить тогда мы с ним договаривались что он заплатит рисунку там плюс за мою канитель так немножко там под накинет вот вам пожалуйста одна сонька и сейчас я вам покажу еще кое-что начала начало все по порядку сейчас сначала пионер плеер пионер плеер у нас так я не буду включать то есть включу вот он включен то есть покажу что работает там диск стоит но в таком состоянии он не будет его крутить конечно же он уже поставить так вертикально а так вы ничего не увидеть короче проверял рабочий и такой тоже плеер ну порядка полки спал полташа полташа короче порядка полтинника за него можно взять дальше у нас хорошая находка скажем так смотрите вот такой blu-ray player от фирмы samsung ух ты там чуть-чуть это какая-то крышечка я даже не видел чудеса на есть так давайте включим короче он что-то там какие-то с какими-то проблемами этот друг у нас вот видите сейчас все грузится пишет он халло его пишет начал читать он диск вот вот и а вот начал 12 error короче он то читает то не читает но вы скажете сейчас ну да в таком состоянии конечно он и не будет читать но у него проблемы по-любому потому что я его пробовал же вот я сейчас опять снова выключу потом включу вот присесть вот он опять мне пишет халло вот что там как-то там все это шумит гремит вот он сейчас загрузился как бы типа того вот он то читает диск то не читает и вот эти вот сенсоры которые у него здесь вот эти они не реагируют на пальцы то есть прибор неплохой но вот он с дефектом все таки кстати если бы он был допустим даже не не здесь без дефекта если по рабочем состоянии был и с пультом вот в принципе за него больше тридцатки не дают хотя вот такой вот симпатичненький samsung но уже не актуальная техника не знаю почему так дальше еще очень хорошая вещь смотрите пионер а 339 короче так он простенький очень вот прям очень простенький смотрите вот так вот он сзади смотрится все очень просто и доступно вот но вы не поверите у него цена в проданных стоит от 80 до 130 евро то есть для меня как бы это немножко даже сюрпризик сейчас мы проверим его на наличие фона так ну оба наушника как бы оба наушника шумят там фон идет но его конечно уже проверять полностью чтоб у него там лишних всяких звуков не выходила из него и так далее в общем будем будем проверять потом его сейчас чисто показала как находку у нас сегодня еще финальный босс будет опять одна находочка нашлось которая достойна быть финальным боссом а до того как финальный босс покажу вот такую вот такая вот такая двухкассетник sony еще одна то есть у нас сегодня две sony которые я могу подарить вот человеку который там у меня это просил вот это sony кстати она тоже неплохая и она даже в проданных стоит за неплохие деньги да вот единственное что здесь я не знаю работает ли она какие у нее там есть проблемы и так далее потому что здесь обрезан кабель ну как или поменять принципе проблем нет вот но я не хочу этим заниматься тем более что я там обещал так что человек который мне писал быстренько активизируйся так я тебе сейчас скажу даже две две вот эти вот две деки я тебе могу послать скорее всего за 40 евро потому что они не будут весить больше 10 килограмм вот поэтому можно это самое 40 евро плюс там как мы договорились мой интерес вот можешь пересылать уже все это самое делать в общем связывайся со мной лучше в вк или в инстаграме вот и значит будем оформлять эту посылочку делать тебе отправлять вот и где у нас теперь сейчас финальный босс финальный босс сейчас ребят принесу мне его нужно я не то не то из розетки тут выключил мою сейчас все будет а тут еще колонки у меня есть поэтому давайте сейчас с финальным боссом подождем а посмотрим у меня еще две колонки если охренные охренные ребята такие две колонки смотрите фирма хеко хеко это это хорошая фирма она делает хорошую акустику и вот так вот если мы открываем ее поцарапанные чуть-чуть в принципе не критично вот если мы смотрим смотрите вот такой у нас динамик вот такой у нас высокочастотник вот колонки серьезная скажу так уже это самое тяжеленькие вот единственно что здесь значит мне к сожалению это у нас кстати хеко витас 2000 витас вот вот этой пилпочки нет закрутка одна есть одной нет я не знаю нужно конечно теперь будет искать и потому что без закрутки продавать как бы не кайф вот но это серьезная хорошая акустика потому что хеко выпускает ну нормально акустику они делают и не дешевую так мы сейчас эту колонку одну посмотрю сейчас вторую покажу посмотрю может там тоже пимпочки не хватает нет здесь все хватает вот видите вот такая фигня здесь вот такой штучки закрутки нету мы будем искать будем смотреть наклейка уже кстати отвалилась нам ее нужно не укирять для этого что нам нужно приклеить и чем мы приклеим а приклеим на ее клеем таким упасть и размажем и все и принципе она никуда уже не денется вот в общем вот такие вот находочки колоночки тоже проверим их как они играются эти то я проверял здесь колонки от 2 пункта вот эти старенькие блин как они как они мягко блин играют вообще ну просто супер не зря они хай-файные вот эти тоже проверим потом пока в сторону поставить еще один недавно вы видели у нас был такой проигрыватель да а тут еще один нарисовался смотрите вот такой выход это винтаж конечно уже включаем так мне интересно там вот эти вот шарнирчики есть все на месте а ну да там система такая что они никуда не денутся вот мы его так уберем пока хорошая у него вот эта крышка не царапанная давайте мы его так вот уберем не поцарапана нифига самым в очень хорошем состоянии и мы сейчас его вот так вот раз отключим вот эту штучку нажимаем на старт и видите что происходит вот тут у нас прошлый дуаль он работал некорректно он там это что-то у меня не в порядке было а этот работает нормально он все выполняет все функции которые от него требует вот вот сейчас он просто настроен на пластинку маленькую поэтому он сюда уехал сразу вот ну в общем как то так и никак иначе здесь вот настройка этого диска вот это настройка скорости слышите он играет все если мы сейчас нажимаем стоп вот так он нам сделает вот так раз и уйдет назад то есть все пучком все хорошо закрываем здесь он отключится здесь он отключится то есть полностью стопроцентно рабочий дуаль 1249 если кто-то скажет там в россию прислать и так далее блин с удовольствием вы прислал кому-то ну блин не дойдет же ни фига они такие блин эти приборы скажем так нежные да блин его разбить 6 секунд ну в общем буду продавать здесь по месту и кстати сколько он стоит я даже не поставят посмотрю ну короче он меня тоже скажем так порадовал смотрите вот этот прибор он короче как дефектный там цены короче начинаются от 50 они были проданы уже там от 50 до 70 вот а целый короче в хорошем состоянии вот как этот был продан за 240 евро то есть вообще что отлично просто замечательно замечательно вот ну и по моему у меня больше ничего нету ничего но если что-то я и подзабыл показать то это какая-то мелочь значит вы увидите потом следующем виде видео пока на этом все ребятки что понравилось кому пишите с комментарии подписывайтесь ставьте лайки но все как всегда вот а я желаю вам всем удачи не болейте и до до следующего видео до следующего видео